Добрый вечер, друзья! Сегодня у меня такой несколько несвойственный для меня лайф, потому что я решила сегодня с вами поговорить о том, что было у меня в прошлом, причем было не очень приятное для меня. На самом деле, здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Татьяна, спасибо, что вы ко мне пришли. Еще у меня такая печалька, я думала, что даже если никто не придет, это, наверное, даже будет лучше. Ну, я сегодня хочу просто сказать несколько подробностей по поводу моего поста, который я опубликовала сегодня днем. Так уж случилось, что надо сегодня об этом поговорить. Так вот, в тот момент, когда от меня ушел муж, когда детям было 6 лет и 3 года, то мы жили в общежитии. Общежитие, значит, общая кухня на коридоре, нет горячей воды, ну, такое вот веселье. Тогда еще не было автоматических стиральных машин, вот, но у меня была такая, ну, как бы, она называлась тогда полуавтоматическая, но сейчас это нельзя назвать полуавтоматической машиной, это была просто стирка вручную. Единственное, что, когда ты стираешь, там, закидываешь в барабан, оно там что-то покрутит, но отжимаешь, там, всю эту воду сливаешь, заливаешь, то есть все это в ручном режиме. Конечно, есть свои плюсы, во всяком случае, вот в то время, да, я вижу эти плюсы от проживания в общежитии, потому что дети маленькие, и если надо куда-то поехать, там, решить какие-то свои дела, то я могла их оставить соседям, у которых были такие же дети, мамочки не работали, сидели с детьми, там, в декретном отпуске. Вот это, конечно, было хорошо, потому что, когда мы ходили там где-то рядом в магазин, то я брала обоих, и шли мы с ними вместе. А вот если мне надо было, там, например, поехать на рынок, да, нести 33 сумки и еще двоих детей, то и прыгать там по трамваям, то это вообще не айс, конечно. Поэтому можно было деток оставить, там, съездить, загрузиться и вернуться. Вот. Ну, что еще? Вот я написала в своем посте, что у меня хорошие дети, и, Юль, привет. Вот, это моя дочь пришла меня послушать. Это не то, что вот я такая мама, да, и говорю, что у меня классные дети. Нет. У меня вот реально все окружение говорит о том, что у меня очень хорошие дети. Простите. Вот. Потому что я им благодарна за все то внимание, которое они мне уделяют. Я им благодарна за то, что если я их о чем-то прошу, они всегда это делают вот просто на высшем уровне. Ну, хорошо я постараюсь. Вот я вам даже приведу такой пример. Я недавно переехала в новую квартиру, и во время переезда мне нужно было уехать в Москву, я живу в Санкт-Петербурге, мне нужно было уехать в Москву, проводить родителей в Корее. И как раз день переезда был назначен на тот период, когда я отсутствовала. И я их попросила детей своих, чтобы они меня перевезли. Ну, как бы там сказала, там что куда поставить, да. И они... Мало того, что они меня перевезли, у меня такой был режим, что я приезжаю в воскресенье поздно, и в понедельник утром я иду на работу. То есть они там разложили все вещи, помыли полы, заправили мне постель, приготовили там... Я утром кью только кофе, кофемашину включили. В общем, я просто ехала, когда в такси, я думала, что я сейчас приеду, у меня, значит, вся квартира завалена мешками, и протоптаны такие тропиночки, по которым я дойду до своей кровати. Я, значит, лягу спать, утром встану по этим же тропиночкам, проберусь на кухню, сварю себе кофе и пойду на работу. Вот. А тут приезжаю и вообще полный порядок, все убрано, все расставлено. Ну, естественно, даже и в мешках, которые кроме меня никто не разберет, потому что не знаю, да, и никак не надо. Но это все не стоит, как-то все хаотично. То есть кухонная утварь стоит на кухне, вещи там либо в шкафу, либо возле шкафа. Саша, привет! Спасибо, что пришел. Вот. И у меня реально, все мое окружение говорит о том, что у тебя вообще просто суперклассные дети. И тут не только моя заслуга. Я считаю, что тут очень большая заслуга у моих родителей. Ну, что я одна. Родители, естественно, у детей там каникулы, когда у меня дочь уже в школу ходила, они забирали их на лето к себе. И вот они всегда им доняли, всегда говорили им о том, что вот мама у вас одна, там, маме надо помогать, там, маму надо беречь. И вот я думаю, что все-таки вот это все, то, что вот родители говорили, и то, что они у меня такие умные, и это сами видели, и за то, что они все это ценили, и я надеюсь, что ценят до сих пор. Спасибо вам большое. Я в общем благодарна родителям, благодарна своим всем родным, благодарна Вселенной за то, что у меня такие хорошие дети, и за то, что я смогла, как бы мне не было тяжело, я, конечно, очень сильно перед ними виновата, потому что когда я нашла себе работу, которая, ну, за которую платили уже много денег, и мне не приходилось уже обращаться к мужу, потому что нам хватало денег на все, но у меня дети были просто брошены. Они у меня. Все делали сами. Они сами возвращались со школы, хотя школа у нас была далеко, им надо было ездить на трамвае. Они сами ели, ну, конечно, еду я готовила, но они ее грели там в микроволновке, и сами ели, сами убирали. Где-то, наверное, хорошо им сейчас уже, когда они выросли, то, что они у меня были как бы самых маленьких, у меня Антон тогда только пошел в первый класс, значит, Юля была в пятом. И вот они вот с этих лет были настолько самостоятельны, и поэтому, наверное, сейчас они очень редко, наверное, обращаются ко мне, потому что могут все сами решать. Я просто смотрю на других детей, которые, знаете, уже, закончив школу, там, учаясь в институте, они как-то даже там, одни не могут, мы живем в Ленобласти, ну, это считается Санкт-Петербургом, но когда-то это было Ленобласть, там, сами не могут поехать в город, там, им нужен какой-то сопровождающий, вот, то мои, конечно, в этом плане были очень самостоятельные. То есть они умели не только там, чтобы поехать, потому что ездили в школу, даже сами маленькие, но обслужить себя полностью и убрать все за собой. спасибо вам большое, спасибо вам большое, мои деточки. Вот, дочь смотрит, может быть, и сына посмотрит мой эфир. Спасибо вам большое за внуков. Вы у меня такие замечательные внуки. Спасибо большое вам за то, что вы пришли ко мне. Простите меня, что я тут рыдаю. Я надеюсь, мне больше не придется вести такие эфиры, потому что я как-то в последние несколько лет чувствую себя счастливой. Каждое утро, когда просыпаюсь, у меня никогда не бывает плохого настроения. у меня по жизни попадаются только хорошие люди. И поэтому тяжело мне сегодня. Правда. Простите меня. Спасибо вам большое. Всего доброго. До встречи. Завтра утром и завтра вечером. До свидания.